МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СОДНЯ НА ДЕНЬ в начале 2015 года выйдет в свет очередной сборник стихов современного русского поэта, пишущего в основном на тему русско-армянской дружбы, Виктора Александрова. Его имя давно стало притчей о злоязыцах. К этому мы еще вернемся. А пока предлагаю вашему вниманию интервью с русским человеком, который любит Армению не меньше России. И, будучи офицером, всегда готов стать на защиту двух ему любимых в сердце стран России и Армении. Виктор, знаем мы Мандельштама, который писал об Армении, знаем мы Брюсова, многих вообще разных авторов, классиках неармянской национальности, русской национальности. Ахматова писал. Из современников пока что самые известные это Коноплев и ты. Давай на ты, потому что раз были уже вместе в одном туре, можно и на ты. Скажи, банальный вопрос, но многих, наверное, все-таки этот вопрос интересует. Почему не Грузия? Почему не Азербайджан? В конце концов, почему не Эстония, которая ближе расположена к Санкт-Петербургу, к твоей родине? Почему Армения? Ну, знаете, как вам сказать, вот, наверное, такой интерес к армянской тематике и желание посвятить свое творчество армянскому народу, это, наверное, все-таки, как сказать, ко мне пришло после моей женизбы. Значит, поясняю ситуацию. Сначала я встретил себя с девушкой, значит, ее полюбил. Это моя жена Беглариан Эльмира, она из Степанакерта, из Арцаха. И как-то, знаете, вот, начав общаться с ней, то есть невольно, как бы, я сказал, что это самое, если я люблю тебя, значит, я обязан любить и уважать твой народ. И поэтому у меня начался такой интерес к армянской тематике. Я читал книги, историю, там, смотрел передачи различные, вот. Ну, и после этого, вот, где-то с 2012 года стал заниматься литературной деятельностью. То есть причина только в женизьбе? Я думаю, да, понимаете, то есть она меня, она моя главная муза, она мой главный критик литературы. Да, но она не пишет стихов о России. Она, ну, стихов она не пишет, но она любит русский народ, любит его культуру, все. И то, когда мы решили связать нашу судьбу, наверное, она вот стала после этого моей музой. И прям все, что я написал, сначала показываю ей, и она главный музей, как говорится. Виктор, а сам бывал в Армении на Горном Карабахе? Нет. Никогда? Нет, еще не бывал. Просто очень много слухов о том, я понимаю, что слухи в основном исходят от тех, кто обычный, незнаком, близко с людьми, говорю это из собственного опыта, что ты якобы, Азат Амартик, что ты якобы воевал в Нагорном Карабахе, как-то связано, может, кто-то у тебя из родных там воевали, или как-то с военным делом связаны, находятся в данный момент там или были там. Говорят, нет дыма без огня. Это в этом случае или нет? Я понял, нет, не совсем. Значит, сопоясняю ситуацию, я понял, о каких слухах вы говорите. Значит, непосредственно я офицер, служил в армии, прошел несколько войн, но это не связано с Арменией, то есть на территории Армении никогда не был. По поводу, много друзей у меня, русских ребят, знакомых, которые там воевали. И, кроме того, сейчас в Луне служит мой брат, он подписал контракт, он летчик, военный летчик, подписал контракт, и он охраняет воздушное пространство в Армении. То есть брат мой там, да, он сейчас там находится, но применительно... Его жена не армянка? Армянка. Тоже армянка? То есть это у вас семейная? Ну, получается так, ну, двоемный брат, не одной. Двоемный? Да. Ну, и применительно, непосредственно применительно к Казахской войне, это как вам объяснить? Все эти слухи, во-первых, когда была Арцарская война, вот, это самая... Моя жена в то время была в Степанакерте. Все родственники по мужской линии, кроме младшего брата, все там воевали. То есть по линии жены воевали все. И воевали, и живут. Вот. Значит, я просто поясняю ситуацию. Откуда рождаются такие слухи? То есть они зацепились за одно из моих высказываний, где бы я сказал, то есть, ну, во-первых, как вам объяснить? Да, было такое, что когда мне было 17 лет, если я не ошибаюсь, то есть, ну, со мной у меня были друзья армяне, и вот когда вот шли Арцарские события, то есть мы приняли решение бежать в Арцарх. Ну, естественно, мы до Арцарха не добежали. Куда мы добежали? Кто бы нас взял, кажется, в таком возрасте воевать, как говорится? То есть это, ну, знаете, когда вот была война, перед Второй мировой войной, мальчишки бежали в Испанию, как говорится. Вот, ну, они же не являются после этого ветеранами войны, как говорится. То есть когда тебе было 17 лет, ты... Было такое желание, да. Было желание. Откуда появилось это желание? Ведь тогда женой еще будущей не был знаком. А женой не был знаком. Я поясняю ситуацию, вместе со мной во дворе жила армянская семья, вот, мы вместе росли, вот, это самое, и приходили к ним в гости, они у меня были в гостях, вот, и, соответственно, то есть, ну, я не скажу, вот, до того, как я женился, вообще не знал, что такое Армения. Нет, знал, и тепло относился тоже, тепло относился к армянскому народу, вот, это самое, то есть, как сказать, и, значит, вот, когда была царская война, то есть старший сын в этой семье, он там погиб, поэтому мы побежали мстить за друга, как говорится, но это было на уровне, как сказать, ну, юношеского максимализма такого, то есть, естественно, ну, с руками помахать, пострелять. Типа того, да, ну, я себя никогда не причислял к красотам-мартикам, там, и так далее, потому что, я повторяю еще раз, я офицер, я солдат, я служил в армии, я прошел четыре войны, как говорится, зачем мне, как говорится, примазываться в чушьей славе, у меня есть чем гордиться, поэтому, как говорится, и, ну, в общем, ну, я не буду тебе перестать фамилию тех, кто активно муссирует эти струки. Ну, они и так известны, эти фамилии, есть такой азербайджанский журналист, всем нам известный, он говорит о том, и очень часто говорит о том, что армяне его покупают за деньги, да, и что бы ты хотел ему ответить на этот счет? Ну, в принципе, я могу ответить следующее, что он просто не может своими мозгами понять, что есть вещи, которые поважнее собственного кошелька и поважнее выгоды. Книги я выпускаю сам, печатаю их на свои средства, вот, и я их не продаю, потому что я всегда, когда мне звонят, и спрашивают, сколько стоит купить вашу книгу, я повторяю, что я не продаю, я не торгую книгами, я их даю в дар, как говорится, поэтому пусть он говорит, что угодно, что меня там покупают, я знаю там, что анонимное заявление даже было, что якобы я занимаюсь незаконной предпринимательской деятельностью, я поясняю, что у меня есть моя основная работа, основная профессия, которая меня кормит, как говорится, и содержит, вот, а то, что делаю я литературной деятельности, это для души, это не для продажи ни в коем случае. Я понял. А как ты относишься к тому, что, ну, азербайджанцы понятно, тут может быть в какой-то степени и зависть, потому что Александров пишет ни об Азербайджане, ни о Турции, Александров пишет все-таки об Армении, и поэтому доля иронии у них должна присутствовать, это все нормально. Как ты относишься к тому, что такая же практически доля иронии присутствует у некоторых армян? Ну, как сказать, я всегда говорю так, что я лицо публичное. О своих выступлениях, о том, где, что я буду, я увыдомляю заблаговременно, но почему-то никто, вот, они вот пишут там в интернете, по-моему, всякие гадости, все даже вот на одном из, в одном из, в фейсбуке, я не ошибаюсь, в одном из комментариев я вообще прочитал, то есть там пишет, якобы, человек армянин, с фамилией, с армянским именем, вот, это самое, что Виктор Александров, это, несомненно, агент Кремля, который пишет стихи ради того, чтобы перепрограммировать армян, починить их себе, а впоследствии войти во власть. То есть, ну, как бы, ну, как я могу на это реагировать? Во власть чего? Армян? Он не уточнял, почему власть, и я не стал у него уточнять это самое. То есть, я поясняю ситуацию, что, ну, зачем мне реагировать на такие вот это самое? Я с ними никогда не спорю, не полемизирую и так далее. Поэтому я склонен к тому, что пусть раз уйдет время нас. Вот увидим, кто время, а покажет, что и чему стоит. Знаешь, я читал все эти выпады с армянской стороны, если можно это так назвать. Читал я все эти выпады, и меня удивило. На самом деле, ведь масса книг. Если человек любит поэзию, он читает Блока, если он любит Блока. Он читает Есенина, если он любит Есенина. Он не будет читать Маяковского, если он не любит Маяковского. Но ни в коем случае он не будет критиковать Маяковского. Причем это делать интенсивно и делать это довольно-таки часто. Александров же получается как ком в горле. То есть, я не люблю Александрова, но я должен его критиковать. Причем люди это делают далекие от мира литературы, от мира поэзии. Можно любить поэзию Александрова, можно иронично относиться, не слушать ее в конце концов. Но критика такая довольно-таки странная. Вот хотел бы я спросить, как ты думаешь, зачем это им нужно? Может, вы когда-то сталкивались? Может, у вас какие-то за стенами этой поэзии какие-то личные отношения были не ахти? Да нет, как бы я с ними никогда не сталкивался, как бы в глаза мне никто не приходил, никогда ничего не говорил. То есть, мне с ними как бы делить нечего. Я тоже всегда говорил, что есть много разных поэтов, есть много разных поэтов. Вот как ты правильно сказал, про Виктора Коноплева. Очень хороший человек, я с ним лично знаком. Это самое. Я благодарен ему. Знаешь, вот мое мнение такое, то есть, я считаю так, не нравлюсь никак, как я пишу, да ради бога, я ж не вдаю в это самое, как не ставлю себе целью стать вселюбимым. Все армяне меня любили поголовно. Ну… Да это невозможно. Естественно, не нравлюсь, не считай. Вот это самое. Я не девушка, чтобы всем нравиться и ухаживать за собой. Кстати, вот сказал о Коноплеве. Давай расскажем публично все-таки историю, которая произошла с тобой и с Коноплевым, перед тем, как вам вместе выступить в Санкт-Петербурге. Ну, значит, поясняю ситуацию. Непосредственно мне никто не писал, но со слов Виктора, ему в социальных сетях и также поступали звонки на телефон, что это за лицо он мне не сказал, которые сделали все возможное, чтобы наше выступление совместное в Петербурге не состоялось. Вот. То есть ему якобы говорили, что я националист, я фашист и так далее, что как бы выступлением со мной до одной сцене он себя только дискредитирует. Вот. Ну, надо отдать Виктору должное, что он как бы… Оказался выше. Он оказался выше этого, он не ругался ничего, мы с ним встретились, все обсудили, все, и он принял решение, что мы вместе выступим, и, в общем, прошел хороший вечер. Вообще, я тебе скажу, если фашизм двадцать первого века подразумевает вот такую любовь к Армении, русский фашизм, то я только могу приветствовать этот фашизм, если это можно назвать фашизмом. Так, а понимаешь, как тебе объяснить многим, многим, да, я повторюсь еще раз, зачастую там, да, ну, в принципе, мне вот говорят многие, почему ты не подаешь на этих людей в суд за клевету? Зачастую, как я подам, если я их не знаю? Посмотрите, они там сидят, пишут там с левых фейковых интернет-сторонистов, там, всякие там это самое… Ник Матах, там, Ник это самое, как его… Мишроп Маштоц, один даже был, на кого буду подавать в суд? На Мишроп Маштоца приду, вот, приди, скажи мне в лицо, как говорится, извините, выражение, они пишут, и вот я считаю так, что… Я перебью, я хочу просто сделать такую небольшую ремарочку, что эти ники, как вы услышали, Мишоп Маштоц и так далее, это не обязательно могут быть азербайджанцы. Совершенно разные люди могут сидеть под этими никами, в том числе и армяне, которые делают буквально все, чтобы искоренить именно культуру армянскую. Зачем это они делают? Это совсем уже другой вопрос и не в моем понимании точно. Эти же люди муссируют абсолютно разные слухи и о нашем сегодняшнем госте. Поэтому я хочу обратить внимание всех, кто нас сейчас видит, чтобы не слушали всех тех и не верили всему тому, что пишут о Викторе Александрове разные исковерканные издания. Называть я их не буду, чтобы не делать рекламу. Ну а мы продолжим. Виктор, знаю, что были какие-то еще нападки именно личностного характера на почту, в личном сообщении, в социальных сетях. Что они хотят? Что они требуют? Чтобы вы не читали стихи, чтобы не ездили? Какие-нибудь были конкретные к вам просьбы или требования с их стороны? Нет, никаких конкретных требований не поступало. Ну так, то есть это касается в личных сообщениях, там присылают оскорбления и так далее. Я считаю одно, что для чего они это делают. В своей поэзии, в своих стихах одно из главных, лейтмотивом одна из главных тем проходит укрепление связи между русскими и армянами, укрепление и способствует поддержке двух наших народов, двух наших стран. Вот абсолютно правильно. Я всегда его цитирую. Это председатель Питера Саид Митербургской национальной культурной автономии армянской Карена Макартычана, он абсолютно правильно сказал вещи. Абсолютно правильные слова. Вот просто не прибавить, не отнять, что мы народы-братья, наши церкви, сестры, наши государства, союзники. И я всегда жил и живу по этому принципу. А кому-то, определенным кругам, не нравится то, что я занимаю такую позицию и способствую сближению наших народов. И вот по этой причине льется вся эта грязь в интернете, мне в личные сообщения и так далее. Ну, якобы, как сказать, я еще раз повторюсь, что я все-таки не любитель сидеть в интернете и не так часто там провожу время. Вот. И не любитель, я бы, вступать во всякие полемики с этими людьми виртуальные. Я всегда говорю так, что в самом деле блоге меня многие знают. Где я, кто я, что я. О том, где я буду когда выступать, я сообщаю заблаговременно. Приди, как мужчина, скажи в лицо, выскажи свои там претензии, документы. Ну, что-то и дело, что не приходит. Проблема вся в том, что эти так называемые критики всегда прячутся и не идут на контакт в реальной жизни. Да. Я еще раз повторюсь, что я один из тех самых тоже мальчиков для битья, которые пьют именно только в интернете. Причем я имею в виду именно армянскую сторону. И совершенно спокойно понимаю тебя. Претензии сводились к тому, чтобы не выступало ничего. Якобы говорят так, что своей поэзией, я тоже не буду называть фамилию этого человека, вернее его ник, то он был написан так, что моя поэзия, на его взгляд, вредоносна, потому что я, якобы рассказывая о гонениях, страданиях, испытаниях, пережитых армянскими народами в стихах, тем самым воспитываю армян какой-то комплекс жертвенности, как говорится. То есть, вот я рассказываю про геноцид, все, как бы, и, мол, то есть, вот такие были претензии, что, как говорится, очень много я пишу на тему геноцида, на тему, значит, перенесенных испытаний армянским народом, и, как говорится, тем самым я, мол, в этом народе убиваю его, как сказать, на основании геноцида. Я могу дать тебе рецепт. Если тебе важно их мнение, напиши что-нибудь хорошее об обреках. И ты будешь их героем. Не об армянах, а об обреках. Ну, и в конце я знаю, что ты подготовил какой-то сюрприз, который ты написал буквально за одну ночь. Если можно, даю слово. Спасибо, Вадим. Значит, я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить тебя за ту деятельность, которой ты занимаешься. Это действительно очень важное дело, важное, нужное. И хочу только пожелать удачи тебе, твоим помощникам, ребятам из организации, из проекта «Антидопор». Вот вы действительно делаете важное и великое дело. Я тебя уважаю как человека. Я скажу более, мы с супругой, дети тоже интересуются. Мы часто очень смотрим твои выпуски, потому что они носят большую просветительную, образовательную цель. Поэтому я даже многие вещи из истории Армении узнал от тебя. Как говорится, поэтому спасибо тебе большое. Спасибо, но самая большая награда в том, я хочу это в камеру сказать, дочь Виктора Александрова, я был очень рад, мне твоя жена сообщила буквально вчера, поступила в этом году на факультет востоковедения и избрала специализацию именно эндологию, где я сам учился. Я думаю, что мы с ней разговаривали как-то по телефону, и все-таки повлияло на то, что нужно идти туда, где меньше всего востоковедов, и тогда будет успех именно на востоковедческой основе, потому что арабистов много, теркологов еще больше, а вот эндологов нас, как правило, меньше всего. Ну, а теперь слово. Итак, стихотворение, которое я хочу представить вашему вниманию, называется «Антитопор». Топор стал символом вражды, и это не исправить, подкрасться в тишине ночи и спящего ударить. Сейчас другие времена, как мрак они тенисты, гуляют, бродят по сети иные топористы. С сайтми отцу мы горники, Батыев, Рушинский, и строчат зло, и сеют ложь, заказ такой бакинский. Цель очевидна и проста, отточен зло костер, дезинформация, вранье, в сети стучит топор. Всех пересорить, разделить, кавказцем мы или нет, черкесски, чохи, хайлопар, засорен интернет. Не безобидные они, скажу я вам потом, ведь проклят тот, кто разрубил народ свой топором. Историю переменить, да факты подтесать, гордился чем всегда народ, украсть и умолчать. Но обмануть не даст людей, все вскроет его взор, ведь видит за версту обман, сидит антитопор. Антитопор, без громких слов, скажу ребята я, лекарство от бездумной лжи, защита от вранья. Спасибо, Вадик, что ты есть, что ты не промолчал, что сделал ты антитопор, что вызов ты принял. Я знаю, тяжело тебе, угрозы, мат, препоны, дерешься ты заради нас и держишь оборону. Против бакинской саранчи, их спонсоров, издателей, против вранья, порока, лжи, зарвавшихся предателей. Продержишься и сможешь ты заткнуть иудам пасть, не дашь историю страны Армении украсть. И продолжает этот бой с детьми продажных гор. Вадим огромный интеллект и с ним антитопор. Спасибо. Спасибо большое. Некоторые люди знают о моих предпочтениях, любимых живописцах, композиторах, поэтах, но почти никто не знает о нелюбимых. Возможно, потому что принято спрашивать человека о предпочтениях, а не о непредпочтениях. Иначе было бы странно. Представьте себе, если бы у вас спросили, кто ваш нелюбимый композитор. Обычно спрашивают наоборот. И, как правило, каждый здоровый человек старается не говорить о нелюбимых вещах и людях. Хотя бы потому, что здоровый человек не мазохист, чтобы смаковать нелюбимое. Думаю, с этим все согласитесь. А теперь представьте, что человек говорит о нелюбимом на протяжении полутора-двух лет. Что это может значить? Либо этот человек мазохист, либо тайно влюблен в нелюбимое. В первом случае я бы рекомендовал обратиться к психотерапевту. А во втором всего лишь признаться в любви. Как вы поняли мои слова, камни в огород тех, кто парафинит бесперебойно Александрова на протяжении двух лет. И более того, отнимают у себя же драгоценное время, чтобы написать увесистые паквили против поэта. И не одну, а несколько. Причем делают это весьма нечистоплотные люди. Сборище тех, кто мечтал бы стать бабками на лавочках. Сергей Шушинский, набитый кавказской ватой в голове и попрощавшись с соцсетью ВКонтакте, перебазировался в Фейсбук. Это тот самый от кутюр, сиячер, кесок и большой поклонник посудачить о людях, которых не знает. Что неудивительно. У него все в жизни наоборот. Если Сергей отговаривает от женитьбы на русских девушках, то сам женат на русской. Если отговаривает ехать в Турцию, то сам там загорает по нескольку раз в год. Словом, редкая какашка. И доказательства я приводил в видео обращениях разоблачения Шушинского. Кто хочет подробно познакомиться с этим человеком, можете посмотреть, найти на канале YouTube несколько частей разоблачения Шушинского. Также в Фейсбуке у него оказались еще одни противоречивые особи. Беглар Бегларян. Не мальчик. Еще недавно сдавал всех своих соратников и от того же Шушинского с его горно-кавказскими группами держался подальше. Теперь, как вы видите, вкупе с тем же Шушинским моет косточки тем, с кем лично не знаком. Во всяком случае со мной. Или этот, который еще несколько месяцев назад обращался ко мне за моими администраторами антитопора, которые бы писали ему статьи. А теперь вот, любуйтесь, с каким презрением он говорит, даже антитопоровские имеют сайт. Даже. И таких там несколько. Взрослые люди сидят да сплетничают. Делом бы занялись. К тому же с трудом верится, что эти упоминатели басен Крылова знают наизусть хоть одну его басню. Зачем? Ведь каждый из них баснописец. Увидимся. 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 Увидимся.